Сегодня в Орехово-Зуевском районе проживает более 50 тысяч представительниц прекрасного пола. Они украшают коллективы самых различных предприятий и организаций. Наверное, нет такой сферы, которую бы не покорили женщины. Целеустремленные, умные, ответственные. В каждой из них собраны самые разные качества. И каждая из них уникальна. Полиция, охрана порядка. Казалось бы, дело совсем не женское. Однако даже в этой профессии есть представительницы прекрасного пола. Уже 14 лет в службе участковых уполномоченных трудится Наталья Майдаровская. И чувствует себя вполне комфортно. Хотелось помогать людям. Честно говоря, я первый человек, который из нашей династии служит в полиции. Отговаривали очень много, очень долго. Ты куда идешь? Это не женская работа. Да, все подучетники, они тебя подстерегут где-нибудь. Ну, в общем, много было аргументов против этого. Но все равно как-то, я не знаю, я настырная. Все говорят, что это не женская работа участковых. Но я вот думаю, что иногда мужчины, ну, может быть, в силу своего характера или то, что вот они мужчины, они иногда не смогут разобраться так, как женщина может разобраться в сложившейся ситуации. Поговорить. Некоторые просто хотят, чтобы их выслушали. Сегодня скепсиса по поводу выбора Натальи уже нет. Она – гордость и полиции, и семьи. И племянницы даже гордятся, что я работаю в полиции. Наверное, это судьба. Евгения Пантелеева – девушка творческая. Она жена, хозяйка и мама. При этом художник, декоратор, художник-постановщик и педагог. Творчеством увлеклась еще в детстве. У меня рисовал папа, у меня рисовал дедушка. Папа рисовал, несмотря на то, что работал он в уголовном розыске. Поэтому даже это совмещал. Поэтому я в довольно-таки рисующей семье. Это было постоянно. Бабушка любила со мной сидеть, потому что недостаточно было накидать очень много карандашей, бумаги. Все. То есть несколько часов всегда я была занята. Творчество захватило Викторию целиком. Идеи били фонтаном. Даже декретный отпуск и появление близнецов не сделали ее жизнь более размеренной. Когда была в ожидании ребенка. Я познакомилась с режиссером, с довольно-таки знаменитым режиссером нас в городе, с Натальей Калдашовой. Познакомились с ней в роддоме. Мы начали работать буквально в роддоме уже, потому что мы с ней садились в столовой. За столом, когда все уже уходили вечером. И какие-то делали зарисовки. Это все обсуждали. Уже что-то представляли. Я художник, я, конечно, живу эмоциями и работаю вне дома. Я эти эмоции постоянно собираю. Как говорится, положительнее, естественно, даже сейчас в преподавании с детьми. И все это, конечно, несется домой. Дома у меня тоже абсолютно рисующие дети. Мы, как и все, наверное, рисуем везде. Стены, кровати, диваны. Когда появились дети, и первый раз мы зашли в комнату, и у нас восковыми мелками, светлые обои просто вот так вот все перечерканы, я глубоко вдохнула, выдохнула, достала свои, свою масляную пастель, посадила их. И мы дорасписывали эту стену. То есть из этих вот каля-маля уже у нас появились рыбки, у нас появились водоросли. То есть, да, им очень понравилось, потому что я поняла, ну, это бессмысленно, как бы, да, запрещать. И чем больше, наверное, запрещаешь, тем больше это будет делаться украдкой, наверное. Как найти подход к детям, наверняка знает Наталья Дьякова. Она и по призванию мама, и по профессии. Уже 23 года воспитывает малышей в детском саду. Сегодня в ее рабочей семье более 20 ребятишек. Другие мамы недоумевают, как она со всеми справляется. Во-первых, индивидуальный подход к каждому. Вот приходишь в детский сад, в группу заходишь, видишь вот эти глаза раскрытые, да, широко, которые доверяют тебе во всем, расскажут тебе про все. И сердце, ну, просто не может устоять. Абсолютно не может. И знаешь, кто баловник, да, кто спокойный ребенок. Пытаешься каждому свой ключик, сердечко найти. Даже еще, когда будучи ребенком, вот любила сидеть с соседскими детьми, вот нянькаться с ними. Всегда этого хотела, и мне нравится, я себя здесь чувствую, как рыба в воде абсолютно. Для каждого воспитанника она вторая мама. Когда появились свои дети, отдаваться работе стало еще больше. Дочки даже ревновали. Сейчас они, конечно, уже взрослые, и то иногда скажут, вот, ты вот, все для своего сада. Там, например, когда были еще маленькие, да, игрушки соберешь, говорю, в садик отнесу. Что-то вот все, ты их больше любишь. Было, было, было такое, да. А так все хватает, на всех хватает. И это счастье есть мое. Вот, потому что детский сад, он мне даже, кажется, больше времени занимает, нежели моя семья. Я здесь больше времени провожу. Как работающей маме найти баланс между домом и семьей? Вопрос, если не риторический, то, по крайней мере, актуальный для каждой. В этом плане Светлане Потаповой повезло. Она и дома успевает все дела переделать и на работе. Темп села поистине спортивный. Ну, как-то так сложилась судьба, что я с детства любила спорт. И думала как-то сначала, где-то потаенной в сердце, а это мое призвание, не это. Сначала я боялась этого, как бы сначала лежит где-то там в глубине желание. Но боюсь, что даже подумать об этом. А потом так сложилась интересная судьба, что вышла именно так, что я хотела, что я желала. Ну, я очень довольна. Мои дети тоже ходят активно в эту спортивную школу, поэтому и муж тоже рядом тут, да. Поэтому мы, как бы, всей семьей занимаемся спортом. Для нас это все близко. Мы друг друга поддерживаем. В нашем варианте это идеальное совпадение. Если выбор был бы оставить работу на время и посвятить время ребенку, я бы, конечно, сделала так. Ты можешь быть в разных местах, да, в роли мамы, в роли на работе, еще в какой-то роли. Но просто надо понимать, что именно здесь ты важен, а главное продуктивен и можешь сделать очень многое. Я думаю так. Когда работа приносит удовольствие, это большая удача. В этом плане тепличнице Надежде Фомкиной повезло. 40 лет она проработала в сельском хозяйстве. И, несмотря на внушительный стаж, каждый день на работу идет с радостью. Я верна своей профессии. Я очень ее люблю. Понюхайте, как пахнут огурцы. Духи. Прям шикарные духи, как они пахнут. Прям прекрасно. Я очень люблю растения. Очень люблю растения. И не знаю, даже мысли никогда не было, что пути. Были времена, было тяжело и по карточкам, и без карточек. И как бы, что вот, время тепличное, некоторые закрывались. Мы хорошо, что выдержали, выстояли вот это время. Устояли сейчас, работаем до сих пор. Вот только посадку сделаем, они поднимают головки маленькие еще. Как дети грудные, над ними ухаживаешь. Вот если честно сказать, вот прихожу и здороваюсь с ними. Ну что вы, вот болеет растение. Я говорю, ну что ты болеешь? Я говорю, давай поднимайся. Я говорю, давай вставай. Как все, чтобы наравне со всеми быть. И ведь и вправду работу любит. Иначе стала бы надежда после целого дня в теплице торопиться на дачу. И картошка, и огурцы, и помидоры, и кустарники, и ягоды. Как круглый год. Здесь я приезжаю в деревню, и там тоже огород не бросаю. Все женщины разные, и мечты у них отличаются. Вот Евгения Юдина последние годы грезит мечтой создать хор. В идеале, чтобы не меньше коллектива турецкого. Над реализацией своей идеи готова работать и днем, и ночью. Тяжело, конечно, со мной, моим домочадцам, потому что работать приходится много. Работать приходится не только на работе, но и дома, потому что кто такие музыканты? Это, в принципе, люди творческие, а творчество, оно неизвестно, где может тебя поймать. Даже ночью лежа в постели, поэтому иногда вечером осенило, сел за инструментом, начал что-то играть. Они привыкли, в принципе, с осенней моей. То есть я вот с юных лет занимаюсь музыкой, и они как-то не роптали. Без инструмента ничего не происходит, потому что мне иногда приходится не только играть, мне иногда приходится делать какие-то аранжировки для хора, для коллектива. Как-то вот, ну, работать именно с инструментом, поэтому без него никуда. Кроме музыки, в принципе, вот так сильно меня больше ничего не интересует. А что касается непосредственно нашей профессии, моей профессии, она заводила всегда. Вот был какой-то драйв своеобразный. Когда ты стоишь, а на тебя смотрит куча глаз, и люди не просто смотрят, а они что-то хотят услышать от тебя, и ты можешь что-то, чем-то поделиться. Это мое, мне это нравится. И я люблю как и петь в хоре, так и руководить людьми. Руководить людьми по долгу службы приходится Елене Крутовой. 23 года в системе ЖКХ. За это время и коня на скаку останавливала, и в горящую избу входила. Среди подчиненных пользуются заслуженным уважением. Благодаря силе характера прошла путь от техника до руководителя. Я не умею долго злиться, я человек отходчивый. Спыльчивый, но отходчивый. Ну и строгая, конечно. Меня, собственно, иногда боятся, боятся. Я работала раньше на заводе «Экситония». Вот сюда попала случайно. Но это оказалось мое. Мне нравится моя работа. Курс – это прошла жизненный путь, начиная с техника. И вот дальше по движению служебная лестница. Я думаю, что в жизни должно быть и хорошее, и плохое. И не всегда мы должны быть кнут и пряник. Но чаще, наверное, люди идут на пряник. Когда к ним по-человечески, и они по-человечески, они для тебя, вот я имею в виду свой состав слесарей, это очень хорошие, грамотные ребята. И если что-то надо, просто попросишь. Они разобьются и сделают. Начальник отдела ЖКХ. Должность более чем ответственная. Чтобы держать дела под контролем, нужно работать ежедневно и круглосуточно. Я пришла, работаю, я должна выполнить все, что от меня зависящее. Конечно, иногда мои обижаются, что сотовый телефон не выключается в любое время дня и ночи, и в любое время суток. Но если ты пришла на эту должность, то ты должна иметь в виду, что система ЖКХ не требует выходных. Авария у людей случается в любой момент времени. Ну, наверное, вся страна отмечает 8 марта, и мы будем отмечать 8 марта, и мужчины нас будут хвалить и воспалять. Но по обстоятельствам, если авария, то праздник не праздник, нужно работать. Современные женщины сильные, свободные, независимые. Но все они нуждаются в любви, заботе и понимании. Вы не поверите, но несколько ласковых слов способны творить с ними чудеса. Конечно, 8 марта женщин не оставят без внимания. Но чтобы улыбки не сходили с лица, ценить их нужно всегда. И в праздники, и в будни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова